Доброе утро, мои друзья, мои любимые подписчики, мои зрители. Ну, вечер перестает быть томным. Новости, вот сегодня такое прекрасное утро, солнышко за окном. И все равно напряжение присутствует, напряжение от этих новостей о том, что борьба с этим коронавирусом не приносит таких результатов, как хотелось бы. Остановить эту пандемию очень сложно, и она продвигается, и у нас уже в Украине. В магазинах у нас все есть. Я вот вчера ходила практически весь ассортимент, никаких пустых полок, где-то блогеры их находят и журналисты. Но я нашла старый мамин рецепт еще с 90-х годов. И попробую сегодня, на всякий случай, попробую испечь хлеб. И показать вам этот рецепт. Мы пекли такой хлеб в 93-м, когда было ничего не было. Вот тогда действительно был коронавирус. И вот не было работы, не было денег, не было зарплаты. И тогда, вот сейчас, за эти годы с нас требует стаж. Вот где ему было взяться, скажем так, когда хватались за любую работу, или просто пекли сами хлеб, делали котлеты из сои. Вот. И вот сейчас этот старый рецепт я попробую. Делать я его буду из половины порции. То есть полная порция 750 грамм воды. Я вот налила в мерный стаканчик 360. Теплой воды. Дрожжи у меня львовские, я вам покажу. Львовские дрожжи. Вот, направлено, по рецепту полпачки. Я беру четвертинку. Растворяем дрожжи в водичке, в тепленькой. Добавляем столовую ложку сахара, ну на пол порции, пол столовой ложки соли по вкусу. Две столовых ложки уксуса, вот одна столовая на пол порции. Сейчас я сделаю растительное масло. Две столовых ложки на пол порции, одна столовая ложка. Я не хотела пачкать. По сутку. Все это хорошенько размешиваем. И семь стаканов муки. Ну, у меня получается три с половиной. Вот такое тесто мы замесили. Вот оно. Сейчас я подберу формочку. Я все думала, в чем же его испечь. Такого, чтобы оно было похоже на хлебушек, на поляничку какую-то. Вот у меня такая кастрюлька. Я в ней попробую испечь. Я ее хорошо промазала со стеночки. Дно растительным маслом. И сейчас поставлю где-то немножечко, на минут 20, полчаса подойти. Вот смотрим, наш хлебушек подошел. И ставим его запекать. Ну, посматриваем. У нас была такая длинная палочка. Ну, можно палочкой для... Ну, такой хлебушек у нас получился. Проверим, насколько он пропекся. Палочкой. Нормально. Теста нет. Вот. Вот такой хлебушек мы пекли. Два таких хлебушка. А потом, ну, вы видели, что количество ингредиентов стало смазывать сверху. Ну, просто вот-вот минимально-минимально. На самый критичный случай. Не наступил этот наш критичный случай. И желаю вам крепкого здоровья и сил, чтобы победить этот коронавирус. И готовить такой хлеб не в критической ситуации, а просто, когда захочется. Продолжение следует...